Бывает незаслуженное счастье, которое даже не приходится отрабатывать, потому что оно просто выпало на твою долю и все тут. Такое счастье для меня это встреча с Дмитрием Борисовичем Зиминым. Я много раз рассказывал, как это происходило в ресторане Пушкин под пирожки и рюмку водки, и повод был вполне прагматический. Дмитрий Борисович почуял, что вот-вот развернется рынок просветительской литературы и нужно поддержать то, что ему дорого. То есть научное знание, свет истины, свет рациональности. Но все равно разговор выходил далеко за пределы чисто профессионального пласта, потому что чисто профессиональные вещи его, конечно, волновали и как специалиста, и как ученого, и как практика, и как организатора бизнеса. Но его гораздо больше интересовало, зачем мы живем, как сделать так, чтобы люди поменялись в лучшую сторону, и кто ему может в этом помочь. И я думаю, что и мою жизнь, не только мои профессиональные дела, но и мою жизнь развернула после этой встречи в какую-то новую сторону. Дмитрия Борисовича нет уже с нами, но со мной он есть. Я постоянно его не вспоминаю, нет, я с ним внутренне общаюсь. Нет, конечно, это не как в кино бывает, знаете, садится герой перед фотографией и начинает говорить, ну вот отец, что ты думал. Нет, он просто присутствует в моих жестах, моих действиях, моих словах, моих поступках и разворачивает меня в ту сторону рациональности, куда страну развернуть не удалось, но еще не вечер. Я вспомнил рояду, по-дwowанному. Я вспомню, что я помню, что я помню, что я сп education в Биом, ко мне взяли на коронавиуму. Что, что я память. Биом, 58-летняя, совет veteran, герой для Москвы, анти-балистик-миссилер-радар, сейчас на Wall Street, а гормон, и абсолютный entrepreneur. Дмитрий Борисович, очень тяжело осознать, что сейчас с нами уже нет. Для меня он был всегда примером огромной разницы между биологическим возрастом и настоящим возрастом, возрастом души. Например, чтобы понять, что между нами почти 50 лет разницы, нужно было в этом задуматься и посчитать. Само по себе как-то оно совершенно не чувствовалось. Почему? Наверное, из-за двух причин. Во-первых, то, как он общался с людьми младше него просто с уважением совершенно на равных. А во-вторых, любознательность, горящие глаза, тяга к знаниям, желание пошутить или поделиться решением интересной задачки. Ведь это было с ним до самого конца жизни. И меня и других, кто с ним работал и дружил, это необычайно вдохновляло. Вдохновляет и сейчас, когда я вспоминаю наше пока что недавнее общение. С днем рождения, Дмитрия Борисовича, всех нас и спасибо ему. Сегодня исполняется 90 лет Дмитрию Борисовичу Зимину. Дежурный этикет вроде бы предлагает нам здесь использовать какое-то другое слово. Исполнилось бы, но это не так. Дмитрий Борисович, как мало кто из людей, оставался в судьбах тем, с кем сталкивался. И это значит, что Дмитрий Борисович с нами, мы каждый день вспоминаем уроки, полученные от него. У него день рождения, у нас праздник, пусть и печальный праздник, физический его уж. Больше года нет с нами, но все равно праздник. Когда я вспоминаю, какие уроки я от него получил, мне кажется, один из важнейших, я стал лучше понимать, что вообще значит словосочетание «сильный человек». В новейшей истории России так повелось, что слова «сильный» и «злой» очень уж сблизились, стали едва ли не синонимы. Вот кто злодейственно совершал, тот и сильный. Это иногда проявляется и в нашем взгляде на историю, и уж на современность, и подавно. Ох, какой силач, убил несчетное количество людей за весьма ограниченное время. Зимин своим примером показывал прямо противоположное. «Сильный» – это тот, кто видит ситуацию, способен воспринимать перемены и хочет действовать в любых обстоятельствах, не поступаясь своими принципами. Дмитрий Борисович очень верил, что просветитель, который мы делали с ним вместе, больше 15 лет, непременно, рано или поздно, станет государственной наградой и отвоюет себе красный день в календаре. Вот представьте себе, говорит Дмитрий Борисович, каждый 3-4 ноября во всех государственных календарях написано «День просветителя». Отчасти путинская Россия попыталась пародировать эту идею, создав какое-то удивительное количество государственных организаций, одна другой гаджет. Но это все совершенно не то, и не надо этого бояться. Я абсолютно уверен, что рано или поздно и эта идея тоже сбудется. Потому что Дмитрий Борисович велел нам работать, упираться и стараться победить до конца. Значит, мы победим. С днем рождения, Дмитрий Борисович! Работа в фонде «Династия» – это было самым большим и счастливым временем в моей профессиональной жизни, в самый долгий период. И я очень признательна Дмитрию Борисовичу за то, какую роль он сыграл в том, чтобы в России появилась настоящая благотворительность в сфере поддержки науки и образования. Дмитрий Борисович всегда говорил, что он покорил три вершины в своей жизни – науку, бизнес и потом благотворительность. И меня всегда поражало, как он легко уходил с этих вершин, как он был готов достигнуть всего в каждой сфере деятельности, которую он начинал. Он мог спокойно уйти, потеряв статус, потеряв власть, влияние. Это совершенно его не беспокоило, потому что его ценности, его веру в то, что нужно поддерживать именно умных людей, это всегда его связывало со всеми его работами. И когда в фонде «Династия» мы начали делать эти программы, было видно, как для него важно, что вот эти молодые ребята, которые получали стипендии от фонда «Династия», и которые потом сами решали оставаться в России или уезжать, чем заниматься, в каких местах работать, что именно они, благодаря фонду, могли проявить свои таланты и свою любовь к науке. Дмитрий Борисович, мы никогда вас не забудем. Оставайтесь с нами всегда, пожалуйста. Продолжение следует...